Всем привет! Сегодня поговорим с вами о выпадении волос. У меня выпадение периодически бывает, это связано с ферритином. Я уже рассказывала об этом на своем канале. Периодически я пью железо, когда я его начинаю меньше пить, у меня опять начинается выпадение. В общем, сейчас у меня опять выпадение. Не знаю, это связано с железом, хотя анализы железа вроде у меня в порядке. Или это просто сезонное выпадение. Вроде витамины принимаем, думаю, ну, наверное, нужны какие-то внешние, какие-то такие вот мази, кремы, сыворотки, спреи, все что угодно, чтобы как-то волосы свои немножко остановить выпадение. Прежде всего я хочу рассказать вам обыкновенной простой маске. Сейчас я начала ее делать, я совсем забыла про эту маску. У меня желток, горчичный порошок, 2 столовые ложки. 2 столовые ложки масла, можно взять любое. У меня вот масло репейный и вуалар с экстрактом крапивы, возьму его, надо его закончить. И чуть-чуть водички. Сейчас все это перемешаю, и будет такая вот огненная масочка. Получилось не очень, конечно, у нее привлекательный цвет, но сейчас попробуем ее в действии. Наношу на волосы на 20 минут, но смотря, если будет жечь, то, конечно, меньше. Обыкновенная горчичная маска. Перед мытьем на грязные волосы наносишь на проборы. Я просто помню, когда давно я пользовалась этой маской, какой прекрасный эффект был. Полиэтиленовый пакет, и я сверху надеваю теплую шапочку. 20 минут я прекрасно хожу, не сразу начинаю печь. Ну вот уже после 20 минут, конечно, печет сильно. Это, конечно, такое средство, которое будешь делать именно перед мытьем. Что я купила? Такой вот ампулу. Это лосьон от выпадения волос итальянской фирмы. Называется она Coloral. Что хочу сказать. Я взяла на пробу один флакончик. Он очень сильно печет голову. Ну, с одной стороны, это хорошо, с одной стороны, плохо. Но когда вы покупаете целую упаковку, там есть наконечник. Я брала одну, естественно, я наносила это все руками. Это все, когда вы наносите на голову, начинаете это все втирать, лосьон попадает на руки обязательно. И очень такая сильная реакция. У меня вроде бы нечувствительная кожа. Но у меня все вот краснеет, чешется. И вот несколько часов руки просто горят и красные. Поэтому очень осторожно. Ну, я попробовала по первый раз, когда я нанесла. После нанесения, из-за того, что идет сильное такое вот раздражение кожи головы и жжения, у меня начала болеть голова. Поэтому я решила это средство не приобретать. Может быть, оно и хорошее, но вот такая вот реакция мне ни к чему. И я нашла другое средство. Решила попробовать от фирмы Веледа. Это укрепляющий лосьон, тоник для роста волос с розмарином. У меня есть масло с розмарином. Я его иногда добавляю в шампунь, когда не забываю. Вот. Но это вот такой вот лосьон. И я его сейчас начала уже использовать. Наношу на проборы. Мне нравится то, что, во-первых, здесь большой объем, 100 миллилитров. Цена достаточно нормальная. Потому что вот этот я, получается, покупала где-то 150-160 рублей. Вот такой вот маленький флакончик. Здесь я заплатила, ну, где-то, наверное, 600 рублей. Здесь 100 миллилитров. И мне нравится то, что никакой реакции, ни жрения, ни прилива крови к голове. Теплое, немножко такое теплое-теплое ощущение. Приятно пахнет. Жидкое, обычный лосьон. Такой тоник. Пахнет травами тоже не сильно. Не раздражает. Головную боль у меня не вызывает. Поэтому мне понравился эффект. И я его можно наносить утром и вечером, как здесь написано. Я наношу тоже, когда не забываю, стараюсь утром и вечером наносить. И он не пачкает волосы. Самое-самое, что важно. Потому что очень многие средства с таким эффектом после них, к сожалению, надо сразу мыть голову. Я вот такое средство бы не хотела. Посмотрим, какой будет эффект. Но само средство и по цене, и по тому, как оно работает. Вот сейчас я начала им пользоваться. Голову не печет. У меня какой-то особо сильной реакции нет. Жжения нет. И головную боль не вызывает. Поэтому для меня это пока сейчас вот отличное средство. Буду им пользоваться. И надеюсь, мое выпадение остановит. Пишите, какие средства от выпадения волос используете вы. Народные, какие-то капсулы. На этом все. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь. И всего доброго. Всем пока.